В 2004 году, господи, и дальше понеслось со всеми остановками. В 2008 году, я не заметил даже, и может быть вы не очень отразили, но у нас отжали такую страну, как Грузия, ее объявили врагом и заодно лишили нас грузинского вина. В 2011 году нас лишили выборов в парламент. В 2012 году нас лишили Олимпиады, там что-то какое-то было. После Олимпиады понеслось вообще поускоряюще. Нас лишили Украины, потому что объявили ее врагом. Нас лишили Крыма, потому что неудобно ездить в оккупированную территорию, и как бы чувствуешь себя там не очень хорошо. Потом нас лишили права жить в мирной стране, нас лишили будущего, потому что с этим президентом будущего нет. И вот эта ладь отжимает потихоньку мою жизнь. И я сделаю все, чтобы ее свалить. Теперь скажу такие вещи, которые многим может быть не понравятся, но тем не менее. Вспомним 41-й год. Слабая Великобритания заключила, зажав нос от того, что это было противно, заключила союз с коммунистами против сильного Гитлера. И в конце концов мы победили. Вот я сейчас скажу, что путинизм, он страшнее, чем коммунизм. И Навальный мог бы обратиться к Грудинину, например, предложить ему заключить союз против Путина. Если Грудинина скажется, это много скажет о Грудинине. Но это нисколько не убавит нашего доверия к Навальному. Потому что он предложил. Потому что страшный сон этой власти завести Путина на второй круг. Они этого не хотят. Я не призываю вас не ходить на выборы, не призываю вас ходить на выборы. Каждый поступает сам. Я хожу всегда, но если моего кандидата нету, я отпишу фамилию своего кандидата поперек бюллетня. Тем самым его испортит. Представьте себе, что там будет 50, например, процентов испорченных бюллетней с фамилией Навальный поперек. Это их страшный сон. Они этого боятся. Ни в коем случае не голосуйте за Путина. Вот здесь стоит Володя Махин, автор прекрасной фразы «Будь проклят тот, кто голосует за Путина». Вот этим я и закончу.